Владивосток вместе со всей страной отмечает День Победы. На центральной площади города прошел парад с участием представителей разных родов войск и военной техники. День Победы – праздник со слезами на глазах. Так поется в известной песне. Ведь сегодня мы с благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Скорбим о погибших на фронте, в концлагерях, об умерших от ран, голода и болезней. Для меня 9 мая – это самый великий праздник. Почему? Потому что великая честь эту войну я начал в Бресте. Участвовал несколько в подполье партизанском. Потом в партизанском отряде с лишним год. Поэтому отец мой воевал на фронтах, а мать моя возглавляла подпольную пятерку партизанского подполья. У меня отец ушел на фронт в 41-м году и пропал без вести, не вернулся. Поэтому я ежегодно этот праздник считаю, поминаю своего родного отца. Всех, кто сегодня. Благодарю их за то, что они нам дали жизнь. Что мы можем сейчас радоваться, любоваться молодежью сегодняшней, которая не хуже нас. Это жизнь. Это слава. Это гордость, добытая нашими предками, славными отцами и дирами. Им честь и слава. День Победы навсегда останется величайшим символом силы и мужества людей, которые, пройдя через страшные испытания, оставили в истории страны величайший пример стойкости духа, беззаветной преданности и любви к Родине. У меня с детства воспитывали, что это очень важный в жизни каждого российского человека праздник. Для меня, наверное, праздник и для всей моей семьи это главнее, чем Новый год. Такой же, как день рождения. Ну, вообще, это праздник, который объединился в нашу страну. 9 мая – это для меня праздник победы, праздник советского народа над фашистскими захватчиками. Мои прадеды воевали. Конечно же, 9 мая – это огромная гордость, как за страну, так и за своих предков. И, в принципе, 9 мая, наверное, стоит назвать самым значимым праздником в жизни, наверное, каждого человека нашей огромной и необъятной страны. Праздник, который объединил поколения, объединил всех в стремлении сохранить нашу историю, в которой важен подвиг каждого фронтовика, каждого, кто приближал великую победу. Что бы мы послали в этот день? А, мирного неба. Мирного неба. Всех, кто в этой войне пострадал. Все это тяжелая утрата наша, чтобы мы помнили. Я в этот день пожелала бы всем здоровья, мира, вообще, чтобы у всех людей было только мирное небо. У меня отец прошел Курскую дугу, его в 97-м году уже не стало в живых, воевал у Рокоссовского. Я горжусь им, я всегда. Вот даже слезы наворачиваются. В этот день мирного неба над головой, то, что завещали наши деды, прадеды, которые оставили свои жизни благодаря им, вот это наше мирное небо над головой, чтобы оно существовало всегда. Только мира. В этот день только мира для всех. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Олег Завялов. Новости на Восьмом.